Марс обитаем. Вполне возможно, что это интервью может вызвать недоумение, но обратите внимание на полномочия тех, кто участвовал в Европейском саммите экзополитики в 2009 году, астронавты из НАСА, которые утверждают, что с ними произошел контакт с внеземными цивилизациями. Интервью с Альфредом Эльвибром, директором Института Космического Сотрудничества, ИС, организатор Европейского саммита, автор экзополитики, генеральный прокурор Агентства по охране окружающей среды Нью-Йорка и советник фонда Форда, бывший профессор экономики в Ельском и Техасском университетах, делегат в 1996 году на Демократическом съезде в Техасе, Клинтон Гор. Существует свидетельство того, что внеземные цивилизации более развиты, и они участвуют в процессе нашего развития. Заявления государственных служащих США, которые засвидетельствовали свое участие в секретных программах отношений с некоторыми внеземными цивилизациями. Мне 67 лет. Я родился на военно-морской базе во Флориде во время Второй мировой войны. Я живу в Ванкувере. Я доктор юридических наук и судья в суде Куала-Лумпур по военным преступлениям. Я женат, у меня есть сын и две пачерицы. Мы живем во вселенной разумного происхождения. Это значит, что мы уже вступили в контакт с инопланетянами. Да, по словам этих свидетелей, правительство Соединенных Штатов тайно работает с ними с 1950-х годов. Вопросительный знак Эндрю Басиага, сын чиновника ЦРУ, был зачислен в возрасте 7 лет в секретную программу для одаренных детей, которые были подготовлены стать послами для внеземных обитателей. Любой контакт, была встреча с трех космонавтами с планеты Марс. В январе 2009 года сотрудник ЦРУ Вирджини Алтс подтвердила, что под поверхностью Марса живет гуманоидная цивилизация. Вопросительный знак мы думаем, что в 9500 году до нашей эры осколки сверхновой звезды вела проникли в Солнечную систему и разрушили экологию на Марсе. Марсиане, на одну целую 500 тысячных лет более этически и технологически продвинуты, чем мы, люди, укрылись под землей. В декабре 2008 года был опубликован отчет, в который вошли фотографии, сделанные роботом Найсера Верспирид, в котором можно идентифицировать определенные виды гуманоидов, животных и сооружений на марсианской поверхности. Продолжение следует...